Реализация мантр и кодов зависит от психической энергии. Конечно, зависит. Во-первых, умение видеть, умение управлять и количество личной силы и энергии. У машины есть мощность, есть прочность и есть управляемость. Все эти вещи принципиально важны. Реализация мантры очень сильно зависит от психической силы. Знаете, это слово, сказанное слабым человеком и слово, сказанное человеком с сильным характером, имеет принципиально разную силу. Знаете, я так сфутрирую, это как у вас дракон пукнул, да, и пукнул, не знаю, щеночек. Одинаковые вы драйвите? Да не одинаковые. С дракона вы задохнетесь просто. Мантры – это не только текст определенной, да, вибрации, но это энергия, которая в них вкладывается. Это, знаете, это как разгонять машину, разгонять лодку с помощью весел, с помощью паруса или с помощью мощного двигателя. Вот это как бы понятие психической силы. Вообще, если у человека мало психической силы, то и мантры будут действовать, известно, намного меньше. Для проявления определенных мантр еще нужно умение правильно использовать ритмы. Сейчас очень многие люди поют разные мантры, включая Ом, но не понимают даже принципы этого Ом, как он работает, на каких частотах. Сложнее всего пить мантру Ом женщинам. То есть мантра Ом не звучит на высоких тонах. Она ближе к нижним тонам и к определенным ритмам. Можно, конечно, пить ее на высоких, но это как бы, знаете, это... Это как пытаться сделать молоток из алюминия, из мягкого металла. Можно, но вот как бы эффективность будет недостаточно маленькая. Какие практики позволяют накопить психическую энергию? Чтобы накапливать психическую энергию, в первую очередь человеку нужна стабильность. Если у вас нет стабильности, вы тратите на ментальный диалог, на особо много эмоций, то психическое тело вы будете просто бешено транжирить. В первую очередь вы должны научиться стабильности. Какие практики накапливают психическую силу? Это творчество и раскрытие сознания, медитация, например. Есть специальные практики, но вы, например, можете и через мантры накапливать психическую силу. Но тогда, когда мантры будут уже работать на ваше сознание. Потому что многие технологии, они по факту начинают светлое работать на то, что они начинают восстанавливать ту систему, которая наиболее разрушена. Если у вас в организме появляется энергия, она направляется на тот орган, который сейчас в первую очередь нужно лечить. Это же касается с энергией, например, проходящей с мантру. Опять же, мантры будут разные, и у них будет разное назначение. Накопление психической энергии. На начальном уровне это творчество, на высоком уровне это медитация. Начальная ступень медитации – это концентрация. Развивайте свое душевное тело, то есть накопление психической энергии начинается с развития душевного тела. Оно начинается с творчества и раскрытия душевных качеств. А вообще, какие практики помогают? Ну, психическую энергию – это, по большому счету, медитация. Есть активные формы медитации, есть мягкие формы медитации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok